Так, Катерина, скажите, пожалуйста, как сейчас правильно считать алкоголь на человека? Раньше было из расчета одна бутылка шампанского на человека, но мне кажется, это мало. Нет, такого не было никогда. Одна бутылка шампанского на три человека всегда считалась. Крепкий алкоголь на пьющих гостей пол-литра считался, все правильно. Вино точно так же пол-литра 0,5 на человека. У меня есть на пьющего именно вино конкретно, да, понимаете, не на всех. У меня есть видео расчет меню и алкоголь на свадьбу. Под этим видео есть ссылочка, где я бесплатно абсолютно раздаю таблицу с расчетом по меню и по алкоголю на свадьбу. Плюс в моем дневнике невесты, вот я сегодня его сюда не поставила, прям вот я смотрю, пустует место здесь без дневника, без моего. В моем дневнике невесты тоже есть все эти расчеты, чтобы вы точно не ошиблись, чтобы точно заказали все правильно, все верно. Знаете, я буквально недавно как раз ездила с моими корпоративными клиентами на встречу в ресторан и приехала я туда, ну я могла бы не приезжать, на самом деле я приехала, просто давно не видела своих этих клиентов, поэтому приехала вместе с ведущим, общаться с ними, ну просто поддержать ведущего, так скажем. Ну и посмотреть площадку, на которой все это будет происходить, дело, потому что площадку они поменяли, площадку они искали сами. Так вот, мы приезжаем на площадку, они поменяли площадку, они до этого праздновали всегда в одном и том же месте. И тут они говорят, мы нашли место, где все дешевле, все здорово, вот такой вот средний чек неплохой и так далее. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Ну все, мы сидим, обсуждаем программу ведущего, обсуждаем с ними, вспоминаем прошлые наши, новые года, и тут приносят меню утвержденное уже, казалось бы, даже предоплаченное, и мои клиенты корпоративные просят посмотреть, говорят, посмотри, пожалуйста, если не сложно, посмотри, пожалуйста, это меню. Я говорю, ну давайте, да, одним глазком гляну, почему бы нет. И тут я просто, понимаете, я нахожусь в каком-то ужасе и шоке, потому что я понимаю, что это даже смешно, вот честно говоря. Знаете, там 8 столов, за каждым столом сидят взрослые люди, ну это корпоратив, понимаете, да, корпоративная вечеринка. За каждым столом сидят взрослые люди, и, например, там горячее блюдо, они рассчитывают 15 порций там на 8 столов. Я спрашиваю, почему 15 порций? Никто не может ответить на этот вопрос, никто не понимает, почему, ну вот из менеджмента этого ресторана никто не понимает, почему 15. Я говорю, давайте логически рассуждать. Ну, на каждый стол вы хотите поставить двойную порцию, правильно? Столов 8, соответственно, их должно быть уже 16. Окей, хорошо, здесь что-то не додумали. Потом начинаем смотреть внимательно, сколько весит одна порция шашлыка. И видим 200 грамм, одна порция шашлыка. Я говорю, ребят, смотрите, 15 порций, ну, 16 порций, соответственно, двойная порция на стол, это 400 грамм шашлыка. За каждым столом сидит 8 человек. Нет, понимание, вопрос, правильно ли был рассчитан шашлык на человека? Но мне кажется, что здесь даже человек, который никогда не занимался вообще банкетными вопросами, в принципе, никогда не организовывал звать, и сможет сказать, что, ну, конечно, неправильно, потому что даже просто, когда мы ходим на шашлыки, мы рассчитываем 300 грамм на человека, а тут 400 грамм на 8 человек рассчитали. Понятно и абсолютно очевидно, что здесь расчет абсолютно неправильный. И когда мы начали смотреть по другим позициям, по алкоголю, по тому же, по салатикам и так далее, мы пришли к тому, что, слушайте, ну, сплошные ошибки, и, конечно, если бы это осталось в том виде, в котором они согласовали, ну, это был бы просто пустой стол, и я даже не представляю вообще реакцию руководства, если бы они пришли, увидели вот эти несчастные два кусочка мяска. Вы знаете, я после этого, вернувшись домой, решила вот чисто ради любопытства взвесить вот это мясо, но с учетом того, что я раньше считала калории, я поэтому приблизительно понимаю, что такое 200 грамм мяса, я приблизительно понимаю, что такое там 150 грамм сыра или там 100 грамм сыра. Я понимаю, потому что я взвешивала все это, я представляю, как это выглядит. Так вот, ради любопытства я отрезаю два куска мяса сырого, внимание, сырое мясо весит больше, чем пожаренное мясо, да, отрезаю два куска мяса, взвешиваю и делаю фотографии, кладу рядом монету 5-рублевую, делаю фотографии, отправляю моим корпоративным клиентам, говорю, вот смотрите, вот вы согласовали вот столько мяса, просто там такие вот, ну, вот буквально вот такие вот кусочки мяса на 8 человек, вы понимаете, да, это просто даже смешно. Вот, к вопросу о том, что будьте внимательны при расчете меню алкоголя, очень внимательно, потому что бывает такое, что ресторан говорит, да, 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 мы вам сделаем ровно на вот эту вот сумму, да, вот вы хотите сколько там, на 2 тысячи человек, хорошо, сделаем вам на 2 тысячи человек, на полторы, окей, на полторы сделаем, на 800, на 8, на сколько вам, на 3 500, на 3 500 тоже вам сделаем, все классно. И на выходе получается вот то, что получилось у ребят, что я просто сидела и, ну, знаете, смеялась, мне вот до слез смешно было, потому что, ну, такое ощущение, будто просто, знаете, вот пальцем в небо такие расставляли цифры и абсолютно не понимая вообще, что там будет, ну, это расставляли цифры не корпоративные мои клиенты, а вот тот менеджмент ресторана, который это составлял, ну, то есть понимая то, что так, вот им дали задание на вот такую сумму сделать, вот они сделали, а там сколько это получится на выходе, ну, извините, вы же нас просили вот столько сделать, вот мы столько вам и сделали. Вот, возвращаясь, да, к расчету, если пройдете ко мне на, посмотрите это видео, расчет меню алкоголя, вы сможете скачать табличку, либо, повторюсь, чтобы точно не ошибиться, у меня есть все это в дневнике невесты, поэтому невесту можно купить по-прежнему, и он точно вам поможет, вы точно не забудитесь там в этих расчетах во всех, все будет здорово.